Расскажите о самых страшных ситуациях, когда вы поняли, надо валить отсюда немедленно. Когда мне было примерно 16 лет, я пошел навестить свою бабушку к ней домой. Я почувствовал сильный запах газа, хотя она, казалось, не замечала его. Она была сонной, как бы в полусне, поэтому я заставил ее немедленно выйти из дома и открыл окна и двери. Я позвонил папе, и он сообщил об этом в газовую компанию, которая сразу же отправила инспекторов. Они немедленно перекрыли газ, вентиль на улице, и послали ремонтную бригаду, чтобы устранить утечку в стыке газопровода. Инспектор сказал, что если бы я не предпринял все эти действия в тот момент, дом моей бабушки мог взлететь на воздух. Поездка в Диснейленд. Двое маленьких детей, 4 и 5 лет, и грабители. Мы остановились на заправке в Тевтоне, штат Джорджия, около 10 вечера. Побродили немного с затуманенными глазами с двумя детьми в поисках туалета. Работник заправки странно смотрит на меня и показывает пальцем. Пока я там, я слышу, у нее двое детей и мужик в машине. Просто дай им пописать и отпусти. Я хватаю обоих детей и иду прямо к машине. Я кричу, чтобы все садились в машину, я объясню позже. Как только мы выехали, я позвонила в 911. Оператор сказал мне, что они уже едут, чтобы осмотреть место происшествия. Он принял мою информацию и пожелал нам веселой поездки. Я зашла на заправку, в разгар ограбления с двумя маленькими детьми, сходила в туалет и ушла без проблем. Они оказались не такими уж плохими людьми и отпустили нас. Мы с друзьями зашли в круглосуточный магазин около полуночи в одном неблагополучном районе. Мы свернули не туда и пытались найти дорогу обратно к шоссе. Двое полицейских покупали кофе и пончики. Вошла группа местных молодых парней, которые громко перебрасывались грубыми фразами. Полицейские посмотрели на них, посмотрели на нас и, переглянувшись, вышли из магазина. Мои друзья и я собирались уходить, и тут один из этих челов крикнул своим друзьям, что мы обозвали его, хотя мы даже не разговаривали с ним. Я рад, что моя машина завелась с первой попытки. Я рад, что никто не ехал по дороге, когда я проезжал пару знаков стоп без остановки. Фестиваль Woodstock 99. Я почувствовал, что все пространство переполнено людьми. Толпа завелась, люди в ярости. Посмотрел на своих друзей и сказал, что нам нужно валить. Они остались, а я ушел. Вскоре после этого начались беспорядки и насилие, и мои друзья потеряли все, что у них было с собой. Палатки, одежду, еду, все. Когда в замкнутом пространстве плечом к плечу стоят более 300 тысяч человек, температура воздуха почти 40 градусов, бутылка воды стоит 4 доллара и туалетов на всех не хватает, это не может закончиться хорошо. Познакомился с одной милой девушкой на вечеринке. Весь вечер мы провели вместе, танцевали и флиртовали. Я предложил отвезти ее домой, и она согласилась. Мы были в машине перед ее домом, когда к нам подъехала другая машина с включенными фарами. Я спрашиваю, не сосед ли это, и не загораживаем ли мы ему дорогу? Она отвечает, нет, это мой муж. Дверца машины мужа открывается, и я убираюсь оттуда от греха подальше. Бросил ее прямо там и больше никогда не видел. Ее оправданием было то, что они разошлись, и у него не должно быть проблем с этим. Я уж точно не собирался торчать там, чтобы выяснить это. Я ждала на вокзале, чтобы встретить с поезда своего друга. Я пришла рано и решила постоять на солнышке прямо у станции. Ко мне подошел парень с велосипедом и спросил на ломаном английском, не знаю ли я, когда прибудет поезд. После того, как я ответила на вопрос, он остался и начал говорить со мной. Я понимаю, что в этом нет ничего странного, но то, что он спрашивал и то, как он вел себя и выглядел, просто вызывало у меня жуткую дрожь. В конце концов, он спросил, не пройдусь ли я с ним до парковки велосипедов. Я не хотела, потому что место для хранения велосипедов на этой станции очень уединенное. А мне, честно говоря, вообще не хотелось оставаться наедине с этим парнем. Поэтому я прекратила разговор и направилась в полицейский участок. Он начал кричать на меня, обзывал меня, но в тот момент подошел поезд и стало очень оживленно. Он ушел. Несколько месяцев спустя я прочитала в местной газете статью о девушке, изнасилованной на вокзале. Они поместили фоторобот парня рядом со статьей, так как он еще не был пойман. Это был тот же самый парень. До сих пор я очень счастлива, что никуда не пошла с ним. Однажды я шла по тротуару, и ко мне подъехал парень на фургоне без окон и сказал, что даст мне бутылку воды, если я сяду в его фургон. Было лето и довольно жарко. Нет. Я отказалась и продолжила идти, а парень начал кричать, беситься и лупить по рулю, повторяя снова и снова. Это бесплатно! Это бесплатно! Как ты можешь сказать нет чему-то бесплатному? Нет! Я добралась до места, куда направлялась. Это была заправочная станция, где я купила напиток и начала болтать с моей подругой-кассиром, которая рассказала мне, что с ней произошла точно такая же ситуация. По счастливой случайности, я пробыла там на заправке до позднего вечера, когда пришла новая смена, и вошедший кассир сообщил о странном фургоне без окон, стоящем в дальнем углу стоянки в темном месте. Все мои нет быстро поменялись на позвонить в полицию. На заправке был довольно крупный мужик, который услышал наш разговор и сказал, что он собирается пойти позаботиться об этом. Я не знаю, что произошло, но никто из нас троих больше никогда не видел фургон, его водителя и того здоровяка. Летним вечером я стояла на автобусной остановке возле моего дома. Большинство магазинов были уже закрыты, и на улице было не так много машин. Один парень проходит передо мной, а затем проходит снова через две минуты, наблюдая за мной с подозрением. В моей голове начинают проноситься тревожные мысли, кричащие мне, что мне нужно бежать и убираться отсюда. Но я игнорирую это, так как мой автобус приедет через 10 минут. В третий раз, когда он проходит мимо, он бросается ко мне, толкая меня к стене. Я замираю на несколько секунд, затем начинаю бить его кулаками и ногами. Мне удается уйти, а остальное уже история. Да, доверяйте своей интуиции, ребята. Было начало 2019 года. Я гулял со своей девушкой по лесу возле моего дома. Как мы часто это делали? Мы с ней о чем-то очень сильно спорили, когда я заметил что-то за деревьями, рядом с тропой, по которой мы шли. Это был мужчина в темной рубашке и синих джинсах. Люди приходили в этот лес все время, но что было странно, этот человек шел не по тропинке, а стоял в середине зарослей. Я велел своей девушке заткнуться, я знаю, что это плохая идея, особенно в споре. И она только разозлилась на меня еще больше. Я сказал ей еще раз и велел смотреть в ту сторону, куда смотрел я. Сначала она не поняла, о чем я говорю, поэтому я сказал ей поискать синий цвет, так как джинсы мужчины выделялись больше всего, а потом она увидела его. Человек шел через заросли, следуя за нами. Я не знал, кто этот парень, но он выглядел старше меня. Тем не менее, я не хотел рисковать, особенно подвергать опасности свою девушку, поэтому я сказал ей, пойдем, нам нужно уходить, и мы пошли быстрее. Проблема была в том, что мы находились в середине леса, и, честно говоря, моя девушка в то время не была в хорошей физической форме, так что идти быстро было для нее трудно. Мы шли так быстро, как только она могла, и я все время оглядывался назад, а этот старик все еще следовал за нами в зарослях, явно пытаясь остаться незамеченным. В конце концов, мы ушли из леса и больше никогда не возвращались туда вместе. Я был там много раз один с тех пор, и имел несколько странных встреч с другим человеком, который выглядел как тот старик. Но я не могу сказать наверняка, что это один и тот же человек, так как он всегда наблюдает издалека. Он никогда ничего не делает, кроме того, что следует за мной на расстоянии, но я видел его в общей сложности три раза. Ужас просто. Мы с подругой встретились в первый раз за долгое время, когда я вернулась домой из колледжа. Это был удивительно хороший день в середине зимы, поэтому мы решили пообедать на улице. Мы нашли парк, в котором никого не было, и сидели за столиком для пикника, когда я увидела неряшливого парня в большом рабочем фургоне без задних окон, въезжающим на парковку. Поначалу я не обратила на него особого внимания, но потом заметила, что он ходит вокруг фургона и все время смотрит в нашу сторону. Затем он спустился к нам по тротуару, прошел мимо нашего столика для пикника и обошел строение с туалетами с тыльной стороны, чтобы посмотреть на холл. Совершенно очевидно, что он осматривался и изучал это место. Он вернулся к своему фургону, и мы с моей подругой обсуждали, что будем делать, пока я наблюдала, как он открыл заднюю часть фургона и начал копаться в нем. Он позвонил по мобильному телефону, и через несколько минут подъехал еще один мужчина в другой машине. Он вышел и заговорил с первым парнем, который, совсем не скрывая, показал ему рукой в нашу сторону. Они сразу же направились к нам, и мы с моей подругой сгребли то, что осталось от обеда, и быстро покинули это место, не спуская с них глаз. Это первый раз в жизни, когда я буквально почувствовала, как волосы на затылке встали дыбом. Даже сейчас я чувствую, что они что-то задумали, и я рада, что мы ушли. Я был на свидании с девушкой, и мы гуляли по тропинке, которую я знал, как свои пять пальцев, но в этот раз что-то было не так. Мы гуляли на закате и собирались искупаться в одном из горных озер. Через пару километров у меня снова появляется странное предчувствие, но она говорит без умолку, а я просто слушал все происходящее вокруг меня. Я сказал ей, чтобы она замолчала, и она посмотрела на меня очень обеспокоенно. Я просто приложил палец к губам и слушал. Я услышал какой-то знакомый звук, но не мог вспомнить его. Мы не остановились и продолжили путь. Когда мы подошли к озеру, я услышал этот звук снова, и тут меня осенило. Я сказал ей, что мы пойдем на поляну и повернем назад. Она сказала мне, что слышала что-то странное. Выйдя на поляну, мы застыли как статуи в мертвом молчании. Она так сильно сжала мне руку, что ее ногти впились мне в кожу. Примерно в 20 метрах от нас стояла самая большая горная львица, которую я когда-либо видел. Она пересекала поляну с двумя своими детенышами. Она посмотрела на нас, и наши глаза встретились. Моя душа покинула тело. Я почувствовал, как моя девушка еще крепче сжала мою руку. Львица остановилась, и ее дети тоже. Я предполагаю, что она оценила нас, а потом просто продолжила свой путь. Малыши продолжали оборачиваться и смотреть на нас, но в конце концов они просто медленно пересекли вершину холма, и все. Мы повернули назад и рассказали всем, кого видели по дороге, что встретили на тропе трех горных львов, которые нас не тронули. Это был первый раз, когда меня так напугало животное. У меня не было с собой оружия, я гулял там сотни раз. Моя девушка сказала мне, что звук, который она услышала, был урчанием или мурлыканьем. Я слышал его тоже, только не смог сообразить сразу. Лагерь для девочек, мой последний год. Я и небольшая группа девчонок хотели подняться на вершину большого холма, с которого открывается прекрасный вид на небо и деревья. Было новолуние, и на улице было очень темно. Мы схватили фонарики и вышли на тропу. Примерно на три четверти пути вверх, две девочки, ведущие нас, остановились как вкопанные одновременно. Одна прошептала другой, «Ты чувствуешь это?» Я стояла за ними и слышала, что они говорили. Я подняла голову и огляделась. Я ничего не видела, но что-то в воздухе заставило волосы на моей шее встать дыбом. Было просто слишком тихо. Я начала чувствовать себя очень уязвимой и напуганной. Одна из девушек впереди обернулась и сказала, «Нам нужно вернуться, не бегите». Одна девушка спросила, почему мы не бежим, и они сказали, чтобы не споткнуться. Веская причина, но я не верю, что она правдивая. Рядом с вами определенно было какое-то животное. Природа замирает, когда поблизости есть хищник. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.